В Югру с вахты памяти вернулись 12 поисковых отрядов. В этом году командировка уже традиционно проходила в Волгоградской области. Школьники и студенты Политехнического колледжа вместе с преподавателями вели раскопки, которые позволили найти и перезахоронить с воинскими почестями 80 солдат Красной Армии. Подробнее Кирилл Волконский. Неприметный, хрупкий, но при этом самый ценный вид смертного медальона – деревянный. Командир поискового отряда «Гвардеец» Руслан Ханов обнаружил его во время раскопок у хутора «Варламовка» Волгоградской области. За всю историю раскопок нижневартовские поисковики обнаружили только 4 таких медальона. В данном случае, к сожалению, записка с данными в деревянный медальон не сохранилась. Она превратилась в труху, то есть она истлела. Во время экспедиции был найден еще железный медальон солдатский. Но тоже, к сожалению, записка нечитаема, потому что железо, внутри вся бумага, молекулы железа проникли в бумагу и тоже превратилась в нечитаемую способность. В годы Великой Отечественной на территории, где производили раскопки, находился военный госпиталь. Туда, после боевых действий, привозили раненых солдат. Это место поисковики Нижневартовска посещают не впервые. Вот когда мы наткнулись, мы там подняли 72 бойца, которые, они были не только госпитальны, они были из роты еще охраны, потому что охраняли этот госпиталь. Рядом был у нас и воздушные налеты были, и артиллерийские налеты. И в этом году мы когда поехали, ну подумали, давайте еще раз прощупываем. Деревянный смертный медальон подняли с коллективного захоронения при той самой больнице. Вахта памяти позволила Нижневартовским поисковикам упокоить с воинскими почестями 27 бойцов Красной Армии. Их останки передали сотрудникам Рассошинского мемориального кладбища. Многих мы поднимали в шинах медицинских. Там было видно, там переломы, какие они получали ранения, контузии какие получали. Это было все это видно на скелетах. И что примечательно, мы очень многих поднимали в бинтах, поднимали тех бойцов, которые сами себе, видимо, оказывали помощь. Потому что с ними были пакеты первой помощи, которым они сами себя перебинтовывали. Только в городищенском районе Волгоградской области поисковики, приехавшие со всей России, в этом году подняли останки 800 бойцов. Летом вахта памяти продолжится. На смену сводному отряду Самотлор приедут поисковики из Мегиона Лангипаса Нижневартовского района. Кирилл Волконский, Эрик Абдулганиев, Вести Югория, Волгоградская область, Нижневартовск.